Долгожительница из села Ченкурбе Буйнакского района Султанат Мусалаевой 8 марта исполнилось 111 лет. Но несмотря на свой почтенный возраст, бабушка прекрасно себя чувствует и даже занимается домашним хозяйством. Султанат отличная повариха, а варский хинкал, приготовленный ее руками, попробовали и наши корреспонденты. Проверить готов ли хинкал к праздничному обеду бабушка Султана считает своей прямой обязанностью. Когда-то ее еду пробовали на всех сельских свадьбах, но сегодня блюда, приготовленные Султанат, можно считать эксклюзивом. Ведь поварихе исполнилось 111 лет. Чудухин, хинкал, плов. Я много блюд готовила. Сейчас не помню все. В год 170 свадеб могло быть и 70 похорон. Люди, когда в гости ко мне приходят, вспоминают мою еду с большим удовольствием. Почтенный возраст не мешает Султанат молиться. Правда, в подготовке к религиозному обряду ей все-таки нужна помощь постороннего. Уже пять лет она молится сидя. Я прошу Аллаха здоровья мне и всем моим детям. И чтобы он дал мне силы жить дальше и радоваться жизни. И сохранил мой ум до конца моей жизни. Она пережила три войны, рано потеряла мужа, да и сама много работала в тылу. Ей в одиночку пришлось поднимать на ноги всех своих детей. Теперь на каждый праздник Султанат приходит письмо лично от президента России. Я видела много трудностей в военное время. Мы часто недоедали. Не было даже хлеба. Приходилось много работать. Но мы все выдержали. Самое главное, чтобы ваше поколение не видело того, что пришлось пережить нам. Семь детей, сорок три внука, сто двенадцать правнуков и семнадцать проправнуков. Дочери и сыновья Султанат давно уже сыграли золотые свадьбы. В чем секрет ее долголетия, она и сама не знает. Бабушка, несмотря на все жизненные трудности, еще ни разу не лежала в больнице. Почему я так долго живу, не знаю. Я никогда не болела серьезно, только изредка простужалась. У меня тетя долго жила. Может, я в нее. А родители умерли рано. Я и мясо не ем, только молоко пью. Сыр и творог тоже ем. Может, поэтому долго живу. Восьмое марта для Султанат двойной праздник. Это не только женский день, но и день ее рождения. Но родственники навещают бабушку как в празднике, так и в обычные дни. Пока внучки накрывают на стол, старшее поколение беседует с матерью. Собираться большой семьей стало для них доброй традицией. Всегда любим, чтобы она была смеялась, улыбкой, чтобы она и нас встречала. И мы ее встречаем, чтобы она не грустила, чтобы она не печала, чтобы она за нас не переживала. Мы всегда ее пробедуем. Ход не месяц, ход два месяца один раз приезжаем. Мы все семьи очень сладкие. И живем пока. Очень дружно живем. И мы желаем всем, чтобы чистое небо было над головой. Мечта султанат попасть на Красную площадь 9 мая. Увидеть военный парад собственными глазами. Ведь в той победе была и ее доля. Ватимат Бурзиева, Нариман Алибегов, Мурат Касумов, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Буйнакский район.